Допустим, у нас есть компания, которая имеет ровно 4 акции. Разумеется, у компании редко бывает только 4 акции, но это упростит объяснение. Допустим, что каждая из этих акций сейчас торгуется на рынке. Мы могли бы сказать, что последней операцией была продажа по 2 доллара за акцию. По сведениям рынка, стоимость каждой из этих акций составляет 2 доллара, всего их 4. И предположим, что эта компания не имеет никаких денежных обязательств. То есть акционеры напрямую владеют своими активами. Если акции 4 умножаем на 2 доллара, активы этой компании стоят ровно 8 долларов. Рыночная стоимость этих активов — это то же самое, что и рыночная капитализация в этом случае, поскольку нет денежных обязательств. Теперь я бы хотел рассмотреть, что произойдет, если компания решит заработать немного больше денег. Допустим, они хотят создать еще несколько акций и продать их, чтобы заработать денег на покупку фабрики или что-либо другое. Итак, совет директоров отобряет решение выпустить еще 2 акции. И теперь 6 акций находятся в обращении. Затем компания находит инвестиционного банкира, и они проводят вторичное размещение на публичном рынке. Продают дополнительные акции, скажем, для упрощения, по 2 доллара. Обычно, когда вы немного увеличиваете предложение, рыночная стоимость снижается. Но чтобы не усложнять, допустим, вы получите примерно 2 доллара. И, продав 2 акции по 2 доллара, компания зарабатывает еще 4 доллара. Мы это проделывали, чтобы задать вопрос, имело ли место разводнение. И это можно рассмотреть по-разному, обсуждая разводнение. Разводнение. Итак, представьте, что у нас есть сладкий сироп. Если мы добавим воду, он будет менее сладким. С каждым кубиком льда, каждой каплей воды, он будет содержать меньше сахара. Вы развели его. И здесь получается аналогия. Теперь у нас больше акций той же самой компании. Это так. Если вы держатель этой акции до появления новых акций, вы владели 25% этой компании. После появления акций вы владеете 1,6. То есть теперь вы владеете 1,6, или примерно 16%. Похоже, что процент, которым вы владеете, уменьшился. И это так, в какой-то степени. Но иногда разводнение принимает другое значение. И поскольку больше акций числятся в одной компании, то они будут стоить меньше. Я хотел бы это оспорить. Разводнение значимо для процента, которым вы владеете, но не для того, какова стоимость акций. Потому что до этого, если у вас было 4 акции, стоимость которых составляла 8 долларов, теперь у вас 6 акций со стоимостью в 12 долларов. Компания не просто создала эти акции, ничего не получив взамен. Она получила 4 доллара наличными. Нельзя оспорить стоимость 4 долларов. 4 доллара стоит 4 доллара. Поэтому теперь активы компании стоят 12 долларов. Вы имеете 12 долларов активов без денежных обязательств. 6 акций. 12 долларов разделить на 6 акций, те же 2 доллара за акцию. То есть в стоимости каждой акции не произошло разводнение. Изменился лишь процент компании, которым вы владеете.